Седьмой микрорайон самый молодой и быстро растущий в Бобруйске, поэтому ему все самое новое. Детский сад, школа, многоэтажки, магазины, вся необходимая инфраструктура. На этот раз внимание уделили и экологическому вопросу. Во время городского субботника здесь выросли рябина и граб. Всего 150 саженцев. Молодежь всегда у нас активно отвлекается на такие акции, потому что мы в 2019 году совместно с молодыми ребятами, с молодежью тоже были, они принимали участие в закладке парка семейных деревьев. Продолжают эту замечательную традицию и говорят всегда о том, что здорово было бы, чтобы наши дети и внуки потом приходили в красивый зеленый парк. Как настроение, несмотря на ветер? Отлично. Ну что вы сегодня делаете на субботнике? Садим деревья, чтобы здесь был парк, чтобы все было хорошо, дети могли гулять, и маму могли катать своих детей на колясках. Руководство города тоже сменило деловую одежду на рабочую. В ход идут лопаты, топоры, ведра. Настроение у всех позитивное, делают же доброе дело. Конечно, принимать очень важно участие в акции посадки деревьев, потому что, как и пословица говорят, каждый человек, наверное, должен построить дом, посадить дерево и родить сына. Поэтому мы выполняем заветы, указанные в пословице. Сегодня, думаю, что хороший день, хорошая погода, солнечная. Ну, приятно работать на свежем воздухе. Я уверен и надеюсь, что это место будет очень благоприятно воспринято бобручанами, и будет оно посещаемо. Строятся новые микрорайоны, рядом школа, детский сад, и зеленое насаждение. Это всегда хорошо. Ну, настроение как вообще? Настроение отлично, несмотря на погоду такую, но настроение хорошее. Вы видите, все трудятся, все работают, поэтому все прекрасно, все хорошо. Это в советское время субботник, скорее, добровольно-принудительная процедура. Сегодня это инициатива горожан. Бобруйск – наш общий дом, и всем приятно, когда в нем красиво и чисто. Отрадно, что ребята молодые, ребята, которые сегодня идут, наверное, в будущее, понимают, что как бы там ни было, надо начинать с добрых дел. И вот именно эти добрые дела, они уже начали с высаживания деревьев. Старые кирпичи, стекло и мусор – в Бобруйской крепости массовая зачистка. Жители собирают то, что за собой иногда забывают убирать нерадивые отдыхающие. Во дворы и парки горожане тоже вышли с раннего утра. Мы сначала организовали субботник и начали с третьего полигона, а сейчас пришли сюда, на пятый полигон, для того, чтобы сделать внешний красивый вид. Это наше достояние города Бобруйска, это наша Бобруйская крепость, которая была строительством, создана Бобруйской крепостью с 1810 года. Ну, это наша культура, наша история. Неподалеку другие бобруйчане метут, собирают листья и красят. На благоустройство родных мест пришли десятки человек. А часто убираетесь? Конечно, постоянно. Здесь мы на контроле порядок. В каждом субботнике принимали участие? Ну, конечно, как же иначе. Может, до себя убираем. Стараемся каждую субботу. На субботник. Если не субботник, если видишь где-то по улице что-то, обязательно тоже поднимешь тот же фантик, бумажку, ну, чтобы было чисто. Субботник – это когда от каждого по способности. И все заработанные деньги пойдут на благое дело – на реставрацию жемчужины нашего города – Бобруйской крепости. Максим Кембель, Карина Гуревич, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели.